Здесь в дачном некоммерческом товариществе новинки для детей, которые приехали сюда отдыхать, проводят занятия по правилам дорожного движения. Дети собрались на площадке перед правлением садоводства и приехали сюда на самокатах, велосипедах, гироскутерах. И о том, что всеми этими передвижными устройствами надо пользоваться с соблюдением осторожности, особенно если подъезжаешь к дороге, рассказывали на занятиях по правилам дорожного движения. Такие беседы запланированы в нескольких садоводческих товариществах. Проводится анализ, сколько детей отдыхает в наших СНТ. Вот мы сейчас посчитали более 75 тысяч детей. Детишки приезжают и они забывают про правила дорожного движения, забывают про все. А им надо это практически напоминать. Хотя бы один раз в сезон. Занятия проводили в том числе и в игровой форме. Детям предлагали заучивать их действия при включении разных цветов светофора. Мальчишки и девчонки дружно топали при поднятии зеленого сигнала, замирали при красном. Родители, которые тоже пришли до занятия, поддерживали своих детей, настраивая их на внимательное отношение к тому, о чем рассказывали представители уполномоченного по правам человека и сотрудники ГИБДД. Когда находятся взрослые родители с детьми на дороге, переходят дорогу, идут куда-либо, обязательно же обращать внимание на сложные моменты, на дорожные ловушки так называемые. Ни в коем случае не появляться на проезжей части внезапно, перед движущимися транспортом. И, конечно же, каждый день напоминать о том, что дорога – это зона повышенной внимательности. Мы еще немного затрагиваем тему толпы. Это когда дети сейчас ездят в места зоопарки, музеи. И всякое бывает, не дай Господь, еще и какой-нибудь терроризм, чтобы дети были готовы к правилам, которые сохранят им жизнь. Было заметно, что родители и их дети с большим желанием и усердием участвовали в занятиях по изучению правил дорожного движения. Уделять всем этим вопросам и безопасности, и правилам дорожного движения, соблюдение на дороге этих правил очень важно, потому что, к сожалению, очень много случаев происходит нехороших именно в каникулярное время с детьми разных возрастов. Я запомнила то, что надо в толпе не поднимать никакие вещи, сумки, телефоны и кошельки. Дети есть дети. Для них даже такое серьезное дело, как изучение правил дорожного движения и поведение в сложных ситуациях, завершили приятным. Устроили чаепитие. Андрей Циханович, Александр Раджевский, телерадиокомпания «Щелково».